Пишу я вам, друзья родные, обычный парень из народа, что в эти месяцы лихие мечтал о будущей свободе. Я не мудак и не буржуй, я тот, кто хочет перемен. И я не хряк, не ветродуй, как заявляет президент. Простой, обычный гражданин, который хочет жить в стране, где уважаемый господин не будет гнить в сырой тюрьме. Где правду я могу сказать из дома выходить без страха. Что в автозак начнут хватать, затем в тюрьму, одним лишь махом. Сейчас в стране, увы, не так. Есть четкий месседж в государстве. Дубинки, щит и автозак после масштабных мирных акций. В тюрьму всех тех, кто возникает. Кто людям дать надежду может. Кого опасным власть считает. Теперь хватают и прохожих. Ты сделал репост, сразу штраф. Похлопал бронг, год и сутки. Теперь у каждого есть страх попасть в СИЗО после прогулки. За час на год врача и стрима. Инвалиды спасат спор. И отдубасят, что есть силы и солидарности с народом. Гончар, Захаренко, неважно, зачем нам знать, кто их убил. Можно бить людей отважно за деньги, что народ скопил. И вот прошло уж много лет под гнетом жесткой диктатуры. И хриплый хамоватый век намолвил, как несутся куры. Копать картофель он умел. И выводя прекрасных кост. На кроне он стране засел. Стране, что превратил в колхоз. Закрыты школы и сады. И люди из страны бегут. Зато цветут вовсю дрозды. Народослуги здесь живут. И тут среди домов шикарных Натысля, Апилуна, Маскова. В словах достаточно вульгарных Диктатор говорит о сказке. Повсюду волод и протесты в Европе базы дата есть. И все же лучик есть надежды. Ведь в Беларуси не залезть. Сосуд стабильности и хрустальной эпохи Брежневской у нас. И молвит президент нахально, Что лишь один страну он спас. Но уничтожил все свободы. В тюрьму достойных он сослал. И увеличивал расходы страны, которую управлял. Язык ушел на задний план. Культура смыта в унитаз. Погоню герб собрал тиран. И превратил в рабов он нас. И мы смирились. Нет свободы. Есть грусть, отчаяние и страх. Решится дома и работа. За несогласия в глазах. И вот, спустя уже столько лет, протеста вспыхнула в глазах. В конце тоннеля виден свет, что раньше видели в мечтах. Ведь три у смельчаков пришло. Трибун, банкир и дипломат. И раскачать оно смогло наш белорусский генерал. Трибуна власти испугались. И все же власти просчитались. За мужа боль пошла жена. Затем трибуна посадили, ведь в Гродно паренек упал. Трибун одной лишь силой мысли садил беднягу на полу. Нашли в диване миллион. Но правда только в третий раз. Ведь сложно обнаружить сфрон, где нужен соколиный глаз. Затем банкира посадили. Его друзей, его семью. За то, что в банке деньги были. Так утверждает интервью. По ящику всем показали. Картины, деньги и бумаги. Тем самым на закон начхали. С телеканала бедолаги. А что же третий кандидат? С ним проще поступили власти. На два делить электорат, и он им больше не опасен. И вот в один июльский день все вышли резко поставать. Ведь не вписали в бюллетень людей, что стоит выбирать. И первый выход белорусов был символичным. Потому, что в этот день толпа французов сказала нет их королю. Увы, протесты не решили проблемы нашего народа. Тогда три штаба заявили. Союзу быть ради свободы. Союз вокруг жены трибуна. Надежду дам он всем тот час. Неужто наконец фортуна улыбкой озарила нас? Жена трибуна – кандидат. Диктатор потирает руки. Мужчина должен быть гарантом. Они, девчонка, прямо с кухни. Но не учел диктатор наш, что люди от него устали. Достал всех глупый эпатаж, что каждый день нам всем совали. И хоть опросы запретили, но правду скрыть уже непросто. Все трехпроцентным окрестили того, кто правит с девяностых. И вот настал священный день. Мы вместе сбросили оковы. И, кинув в вурную бюллетень, страну мы возрождать готовы. Нет больше страха и печали. Сердца все бьются в вне сон. Мы столько времени проспали, но позади остался сон. У нас украли голоса. Диктатор снова победил. Но больше не закрыть глаза на то, что с нами затворили. Мы стали нацией свободной. Нельзя нас больше запугать. И в солидарности народной борьбу мы будем продолжать. Борьбу народа с мерзкой властью, что столько времени жила. С рычащей, давкающей пастью, с которой капала слюна. Мы будем дальше власть долбить. Без избиений, крови, слез. Из дома мирно выходить, не поощряя мир и злость. Я верю, что мы победим. И станет Беларусь свободной. Страну мы им не отдадим. В борьбе жестокой, но без крови. И вот, спустя уж много лет, мы будем жить в том государстве, где страха и репрессии нет. И где забудем мы о рабстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова